Опасно-дорожная ситуация На одну сторону тянет, правое колесо попал в воду и сразу меня направо потянуло, там рядом бордюр, чуть не задел Автолюбители обеспокоены такой ситуацией, ведь подвергаются опасности не только их железные кони, но и жизни При въезде в такой объем воды теряется видимость и управление, что может спровоцировать аварию Сама машина может получить неисправности, устранение которых недешево обойдется автомобилистам Машина просто может заглохнуть и все, и встанет она, и будет затор, пробка, так думаю Это отрицательно влияет на детали автомобиля, на само движение и вообще доставляет мне дискомфорт В 2019 году на благоустройство Нижнекамска по линии сполкома было вложено 926 миллионов рублей 50 миллионов рублей из этой суммы выделили на очистку ливневой канализации Годом ранее, в 2018, также из республиканского бюджета на эти же цели выделили 100 миллионов рублей Тогда московские специалисты работали несколько месяцев Да, дело хорошее Вода вроде бы должна быстрее уходить с городских улиц Заместитель начальника департамента ЖКХ Тавкиль Ахмедшин заверил нас, что в городе теперь нет никаких проблем с ливневками Но ситуация, которая произошла в этот понедельник, говорит об обратном И снова та же улица по проспекту Мира через пару дней Асфальт чистый, ни капли воды Городские ливневки не справляются, но помогает жаркая погода На палящем солнце вода быстро испарилась, и теперь никаких трудностей на дорогах практически нет Чего не скажешь о садоводах Спустя два дня после сильного проливного дождя они продолжают устранять последствия потопа То есть вы уже час собираете воду совком просто? Да, там полосы все там у нас висит Дачникам деваться просто некуда Продать свои участки они не могут, а попытки справиться со стихией своими силами безуспешны Самый главный вопрос, который их беспокоит, как долго будут продолжаться их проблемы Ведь уже шесть лет ситуация повторяется во время каждого проливного дождя Гибнет урожай, гниют и разрушаются дома Приехали три ряда мешков Мешки все смыло Вы представляете, какая это сила была? Какая могучая сила? Три мешка, например, с песком Мы даже себе отпадать не можем их Это все смыло И все, он хлынул на мой огород И все, все затопило Картошку вымыло, морковку вымыло Ладно, ягоды сейчас кончились Там все тоже прошло по ягодам Земляничка у меня такая крупная и хорошая Все прошло Там только песок и камушки Проблема дачников берет свое начало в городе Именно здесь собирается дождевая вода Шумными потоками идет по овражкам через лесопарк и топит огороды Вместе с собой ливневые истоки несут песок, землю и мусор Конкретных ответов о том, когда будет решена эта проблема, получить не удалось Но по информации Пресс-службы городской администрации В этом году планируют разработать проект строительства локальных очистных сооружений А весной были краткосрочные меры Однако, как мы видим, краткосрочные меры не улучшили положение дачников И совершенно непонятно, как решению проблемы помогут локальные очистные сооружения Мы в очередной раз отправили официальный запрос на имя руководителя исполнительного комитета Нижнекамска Дениса Баландина Возможно, его ответ прояснит, каким образом городские власти собираются помочь страдающим от воды дачникам Иван Рецов, Кирилл Темников, Власимагин, Марина Чернышкова, НМедиа